я приветствую вас на своем канале и сегодня мы будем сшить бортик единорог как сделать выкройку вы найдете по ссылке в описании под видео вот такая у нас выкройка получилась с ушками эту часть я отрезала так как я буду вырезать ее из другой ткани если вы будете делать из одной расцветки то можно не отрезать также вырезала рог ушко и щечку если вы не хотите делать единорога можно сделать просто лошадку для этого рог мы не пришиваем получится очень симпатичная лошадка так кроме выкрытия нам понадобится ткани разных расцветок атласные ленточки карандаш или портновский мелок булавки ножницы и линейка для начала мы вырежем все детали нашего единорога для этого берем ткани складываем пополам складываем нашу выкройку с учетом припуска примерно в сантиметр и прикалываем булавками чтобы не сместилась теперь либо обводим либо сразу вырезаем буду сразу вырезать вот мы вырезали две детали теперь вырезаем деталь ушко но у меня будет двухсторонним с одной стороны белая с другой стороны вот такое закладываем с учетом припуска вырезаем с припуском две детали ушко мы вырезали две детали ушек теперь вырезаем рог накладываем его на ткань сложенную вдвое так как у нас будет две детали накладываем и с припуском я сделаю припуск немного побольше можно где-то метра полтора я еще не знаю как он получится переживаю что маленький получился и опять же вырезаем вот мы вырезали две детали ушко также вырезала щечку лучше конечно если бы из фетра вырезать но у меня нет подходящей расцветки фетра и теперь еще это вырезать мордочку также складываем ткань в двое и с припусками нам нужно вырезать две детали такие опять же прикалываем чтобы не сместилось я сначала обиду вот здесь по контуру так у нас здесь не прям такой полукруг здесь есть немного переход ну вот эти дорога мордочка не было кривая лучше амфидо потом по этой линии прострочить можно будет и плюс еще припуск и вырезаем также нам нужно вырезать грибу я заранее вырезала детали так ширина у нас должна быть 13 плюс сантиметр на припуск то есть 14 сантиметров 14 сантиметров длина где-то будет примерно два метра это зависит от того размера как у вас будут получаться складочки лучше сначала сделать по длине а потом просто обрезать и шить лишнее потому что мы вот здесь вот за головой будем вшивать этот кончик либо просто аккуратненько застрочить краешек чтобы не видно было у меня получилось два куска по метру я их просто прострочу делаю строчку близко в краю вот так вот здесь вот разглажу шов и мне получится один отрезок когда под грива набут складками поэтому сильно не будет видно и далее надо будет вот так вот сложить пополам лучше всего прогладить утюгом чтобы она не смещалась и дополнительно кое-где сколоть булавочками потому что когда мы будем делать складки но вот смещаться может некрасиво быть поэтому лучше еще сколоть это вот через какое-то расстояние вот я подготовила полосочку сложила и вдвое прогладила где скрепила булавками и нам нужно вот выворачиваем ее вот так просто сострочить с краешку наш конец можно на 3 сантиметра вот здесь аккуратненько можно подрезать уголочек сворачиваем с помощью кисточки и можно еще раз прогладить так теперь будем делать складки для этого нам понадобятся булавки сложим вот так вот ровненько перед собой выравниваем тут кое-где мы скололи булавками чтобы не смещалась и делаем складочки нужно сначала эту так заложить или можно вот так сделать как вам нравится больше я сделаю так то есть смотрите так мы так берем пальчиками на нее накладываем раз ровненько получается закалываем посередине булавкой далее все так же берем так вот загибаем должны вот это вот краешек должен быть вот до этой линии чтобы ровно было смотрим что примерно у нас складки были одинаковые вот то есть вот этот краешек вот этот вот он так вот ложится тут где вот закончилась так вот сбоку получается и опять же закалываем посередине булавкой таким же образом дальше идем вы можете делать складочки побольше можете поменьше это зависит от ваших предпочтений зависит от ваших предпочтений так вот все вот я поднимаю Продолжение следует... 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 теперь возьмем одну из частей и будем пришивать нашу мордочку вы можете сделать двухстороннего единорожка если вы к примеру делаете подушку то есть без ленточек и просто с двух сторон тоже сделать глазки и щечки делаем отметки карандашом расположен примерно тут помечу щечка находится у меня и рисуем наш глазик и теперь берем нитки мулине и вышиваем черными нитками либо можете вырезать из черного фетра глазик и пришить обычной строчкой также все конечно проглаживаем перед тем как пришивать вот так я располагаю расположу щечку и пришью строчкой зигзаг если вы будете вырезать щечку из фетра то можно обычной строчкой пришить когда мы вышли глазик хорошенько все проглаживаем можно можно было на щечку пришить также сразу проглажу детали наших ушек берем нашу щечку прикладываем и прикалываем также сразу тарик сколим пушку лицом к лицу и прострачиваем на ширину лапки вот по круглой стороне здесь не прострачиваем здесь мы будем выворачивать теперь пришиваем щечку ставим строчку зигзаг немного уменьшаем натяжение нити и я ставлю обычно на единичку а и и Субтитры сделал DimaTorzok 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 И прикладываем ее Прострочите все Но я думаю легче так будет вышить Примерно вот этот Отмечу Носик Тоже вышиваем Нитками мулины черного цвета Я вышиваю обычно в две нити Вот я Вышила улыбку И носик Также прострочила ушко И теперь делаем Надсечки По Круговым движениям Не доходя до строчки И выворачиваем наше ушко Так вот И проглаживаем Теперь нам нужно Соединить Детали нашего единорога Делаем вот так Вот так вот Сначала так прикладываем Чтобы было ровно И вот так вот Чтобы было ровненько Также Прикладываем Рожек Все делается Все мы прикладываем Лицом к лицу Так вот Это мы тут С обратной стороны Отмечали Так вот Все прикалываем Булавками И пристрачиваем На сантиметр Пока мы отступали На такое же расстояние Как мы будем Уступать Может даже меньше Где-то можно На ширину лапки На 0,5-0,7 И здесь то же самое А потом Когда будем Состращивать Две детали На сантиметр Вот мы пристрочили Вот здесь рожки Лишнее есть Обрезаем Теперь берем утюг И заглаживаем На какую-нибудь сторону То же самое И рог Теперь берем Раскладываем Берем нашу вторую часть Накладываем ее Лицом к лицу Берем нашу Тут вот детальку Вот так вот Чтобы знать Прикалываем Убираем Было ровненько Проверяем И точно так же Потом рог Приложим Померим Чтобы на одном уровне Было Хотя мы тут делали Отметки Но все равно Лучше перепроверить Чтобы потом Не было криво Когда мы Сделали обе детали Пристрочили друг к другу Мы совмещаем И проверяем Что у нас Все совпадает Все ровно Теперь Берем наше ушко Вот так вот Складываем его И прикалываем Примерно вот сюда И теперь Аккуратненько И прикалываем Нашу Гриву Я начну С краю Прикалываем Вот так вот Внутрь Чтобы у нас было Таким образом Прикалываем По всей Длине Там на ушко Так вот И надо Аккуратненько Так вот Еще сместить Сюда Чтобы она у нас Уходила так Так вот Возле ушко Будем смещать Вот так вот Должно Получиться Я почти Приколола Когда уже Начала Заканчивать Все-таки Подумала Что лучше Ближе Крошку Приколоть Не там Девушка Заканчивается Вот это Вот еще Пару Сантиметров Получается Нам нужно Отрезать Лишнее Вот тут И вот Укрепляем Так вот Чтобы Не видно Было Нашего Шва Приколола 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 Так вот У нас Получилось Теперь Надо взять Ленточки Наши И Приколоть Берем Ленточки Складываем Их Пополам И Так вот Скалываем Булавками Чтобы Не сместилось Берем Наши Ленточки И Прикалываем Там Где Вы Хотите Я Приколю Вот Здесь Вот Внизу Наши Еще Хватенько Завернуть Ленточки Можно Тоже Приколоть Чтобы Они Не Пристрочились И верхняя. Аккуратно подбегаем здесь. Одну можно здесь приколоть, вторую напротив. Вы приколываете там, где вы считаете нужно, где вам удобно завязывать. Ваши кроватки зависит конечно же. Аккуратненько ложим и дополнительно скалываем по всему периметру булавками, чтобы не разъехалось ничего. Сейчас начала проверять, что как приколола. И вот здесь мы прикалывали с самого начала. Нужно вот можно чуть-чуть отогнуть этот хвостик. Потому что здесь у нас будет проходить строчка и гриво пристрочится к этой части, к нежней. Поэтому можно просто загнуть еще раз и заколоть. Вот мы скалоли нашего единорога и теперь прошиваем где-то на сантиметр. Вот здесь, где грива следим за тем, чтобы строчка была больше, чем мы тут прострачивали. Тоже где-то сантиметр, может даже чуть больше. Внизу оставляем место, чтобы вывернуть. И когда мы будем прострачивать рог, перейдем отсюда, прострачиваем рог и вот дальше пошли по голове. Когда мы прострачили нашего единорога, срезаем уголки. Также вот здесь вот аккуратненько делаем отсечки. Вот так вот. вот здесь вот делаем отсечки. с другой стороны. И вот здесь дырок так вот обрезаем. И теперь выворачиваем. аккуратненько, конечно, портик. Булавки, которые мы скрепляли к линточке, вынимаем. Также не забываем снять булавки, которые мы скрепляли. Гриву, все их аккуратно ищем. Должно остаться ни одной булавки. теперь берем кисточку, выворачиваем нашу мордочку. и нашу руку. вот когда мы вывернули нашего единорога, нужно прогладить его хорошенько. прогладить отверстие, которое мы будем зашивать стежком. Дынем стежком. Избегаем, конечно же, места линточек, как обычно. проглаживаем так с двух сторон. Когда мы прогладили нашего единорога, нам нужно его набить. Я буду использовать шарики. начинаем набивать сначала рог, потом мордочку, потом все остальное. рог. рог. так набиваем всего нашего единорога. Когда мы набили нашего единорога, наше отверстие закрепляем булавками и зашиваем потайным стежком. Вот такой единорожек у нас получился. Такая грива, ушко. Если вам понравилось мое видео, ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал. До встречи! Субтитры сделал DimaTorzok